Всем доброе утро, я сейчас буду завтракать. У меня сегодня йогурт и гранола, и ещё курага. Сегодня я иду по ссылке отправляюсь из секонда, который я сделала в Крам-канале. Мне кажется, это безумно удобно, намного удобнее, чем в Инстаграме, потому что многие туда не могут зайти, даже с VPN. И, короче, Телеграм работает хорошо, и там вообще как-то всё это удобно я сделала. Я разделила вещи по хэштегам, типа вверх-вниз, платье, аксессуары, обувь, сумки, и нажимая на каждый хэштег, вы можете перейти к определенной вещи, если вас какая-то определенная категория интересует. У меня вчера, вчера я это сделала, многое, что в целом купили. Я очень рада, что наконец-то его создала, потому что мне безумно хотелось дать, знаете, вторую жизнь вещам, которые я не ношу, потому что они все в отличном состоянии, потому что просто, ну, я реально надевала там некоторые вещи, вообще даже на улицу не надевала. Например, обувь, там обувь вся, которую я продаю, я ни разу её на улицу не носила. Есть вещи тоже, которые я надевала там два раза только для видео снять, то есть дома никуда в них не выходило. Есть, конечно, вещи, которые я носила, но в основном это совершенно новые в идеальном состоянии вещи. Например, как вот этот кардиган, он с шин, я его продаю, потому что у меня просто есть довольно-таки похожий сетчин демо, и я не вижу смысла иметь мне два почти одинаковых в гардеробе. Нули гардероб, может быть, кстати, даже сниму видео с покупками, когда я все эти вещи куплю, потому что у меня помимо того, что я хочу вот заказать, в частности, с Вайлдбориса, у меня ещё появились другие вещи, которые я вам не показывала, наверное. Ну нет, я, наверное, почти всё показывала, то, что я покупала. Просто хочется как-то это в одно видео, знаете, объединить, рассказать своё мнение о каких-то вещах во влогах. Я как-то их так мельком упоминала. И вот за последние месяцы в целом у меня достаточно много покупок накопилось. Просто я как-то вот давно холлы не снимала. Я пришла к такой мысли, то, что, мне кажется, сейчас мы все испытываем очень сильную тревогу от ситуации, которая находится в стране, и мы переживаем также из-за своих родных и близких, потеряем смысл что-то делать, потому что вообще непонятно, чего ждать, и наше будущее, мне кажется, оно сейчас так неясно. И параллельно с этим, мне кажется, у многих есть проблемы в учёбе, работе или каких-то других своих личных делах. Если вы чувствуете, что вам тяжело справляться с этими проблемами, или же вы хотите научиться делать это самостоятельно, так как, например, по каким-то причинам не можете позволить себе еженедельный поход к психологу, то я хочу порекомендовать вам курс «Диовая терапия. Основы психологической самопомощи». На курсе вы научитесь справляться с такими проблемами, как повышенная тревожность, депрессивные или подавленные состояния, или же негативные установки и глубинные убеждения. Курс разработан специалистами, то есть практикующими психологами, которые работают в когнитивно-поведенческом подходе. Курс имеет два тарифа, и, на мой взгляд, самый классный из них — это индивидуальный подход, который ещё включает в себя три консультации с психологом. В материальном плане курс очень выгоден, потому что средняя стоимость консультации у нас — это примерно 3,5 тысячи рублей за одну консультацию. За курс вы заплатите как за два или три сеанса с психологом, но при этом вы получите огромный запас знаний и навыков, которые помогут вам на протяжении всей жизни. А если вы оставите заявку на сайте, то первые 10 дней доступ к курсу у вас будет бесплатный. Обучение будет проходить в группах до 10 человек, где вам помогут решить ваши проблемы тревожного или депрессивного характера, или же разобраться в себе. И, кстати говоря, это такой небольшой повод познакомиться с новыми людьми. Также ещё имеются дополнительные продукты в виде гайдов, и, кстати говоря, в телеграм-канале Диавай-терапии также есть бесплатные, прикольные и полезные гайды. Ссылку на курсы и телеграм-канал я оставлю в описании под видео, поэтому если вы чувствуете, что вам уже действительно тяжело справляться со своими проблемами самостоятельно, или вы чувствуете повышенную тревожность, в общем, всё, что я перечислила ранее, то это повод присмотреться к курсу Диавай-терапии. Диавай-терапии У меня наконец-то получилось разобрать пряжу. Я очень давно хотела это сделать, потому что у меня очень много пряжи, как вы могли заметить, и она вся вот так вот лежала в моём таком контейнере, типа из H&M. Он очень красивый, но всё это пылилось, потому что я этим не пользуюсь, потому что как бы это же надо временно, чтобы это сейчас связать. У меня другие ещё как бы проекты есть, и поэтому я оставила только сейчас то, что я в ближайшее время вяжу, или хочу перевязать в ближайшее время, а всё остальное вот там на шкаф убрала, чтобы это не мешалось и не занимало столько места, и не пылилось, главное, и не лежало. В общем-то я помыла голову, и завтра я еду на пары, у меня будет, по-моему, три пары, да, три, у меня два, две пары масла и какой-то новый предмет, которым я ещё не слышала. Я безумно люблю вот эту сумку. Гесс. Она очень вместительная, очень удобная, но я не могу с ней пойти, иначе у меня будет слишком много пакетов, которые, честно, я не говорю желанием вообще, никаким желанием не говорю их нести. Конечно же, у нас на дно идёт масло, вы бы знали, как у меня вот эти кисти сейчас. Я их что-то с мылом как бы помыла, завтра они будут пахнуть маслом, хотя бы масло не так вообще совершенно, конечно, пахнет. Тетрадочка. Знаете, пока я не кладу кисти, всё очень легко в этой сумке, то есть она такая, ну, она тяжёлая, ну, нет, она даже не тяжёлая, она такая лёгенькая, я бы сказала. Стоит мне положить кисти, всё, эта сумка превращается просто в какого-то гиганта. Из-за того, что наступили холода, а в транспорте топит как на убой капли, не вот такие, а визор. Вообще, это полезно не только для тех людей, кто носит линзы, а и в целом для людей просто, которые хорошо видят. Глаза очень сильно сохнут, на мой взгляд, во время поездок в транспорте, у меня, во всяком случае, точно. И я прям чувствую, когда я еду, у меня начинают глаза, как будто песка в них насыпали, поэтому капельки обязательно, чтобы вы не остались без глаз, и линзы у вас не выкатились. У меня однажды такое было, и я стояла прямо напротив этих печки в автобусе. Это было три года назад, когда я только первый раз начала линзами пользоваться. Сказался тот фактор, что у меня глаза только привыкали к линзам, сказался тот фактор, что это была зима, и топили просто вот так вот. И я выхожу из автобуса, и я понимаю, как у меня линзы начинают с глаза вот так скатываться вниз. Было неприятно, если честно. Сумочка уже стала какой-то тяжелой. Я положу кисть, и она стала вот весить миллион килограмм. КОНЕЦ 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 фен, который в такое состояние приводит мои волосы. Обычно я не сушу. Я обычно мою голову вечером. И вот сушу только тогда, когда мне было лень голову вечером помыть или я не успела. Но на следующий день, допустим, мне позволяет время посушить волосы. Я сушу их достаточно долго. Но, кстати, с этим феном это реально намного быстрее происходит. То есть если до этого это было минут 15, дай бог, чтобы я их нормально высушила. Потому что для меня мощность в моем прошлом фене была довольно-таки маленькая. Вот. А еще они постоянно сзади, вот как сосульки, выглядели. Здесь это минут 8, наверное, я отсюда потратила. У меня до выхода минут 8. Я выпрямила волосы, уложила челку, но мне не очень нравится, как она сегодня выглядит. И сегодня меня ждет просто длинный день. Вот сейчас сколько у нас? Пол второго. Я сейчас поеду к врачу. Но перед этим мне нужно будет встретиться с девочкой, которая купила у меня сумку из Секонда. Потом я иду к врачу. Потом я встречаюсь еще с одной девочкой. Это, кстати, моя бывшая одноклассница. Ну и все. Еще мне надо купить бумагу, распечатать там бланк для посылки, который, в общем, куртку там тоже заказали. Ее завтра надо будет отправить, потому что сегодня у нас день народного единства. сегодня почта не работает. Я хотела сегодня это сделать с утра. Я выйду просто за полтора часа, и я так подумала, ну блин, пробок нет, я рано приеду, скорее всего. И как бы смысл мне встречаться после врача, да, если я могу перед. Ну я, конечно же, написала человеку, предложила, что типа мы можем перед встретиться. Клиник блеск, но, наверное, после врача я его поменяю на помаду красную. Потому что, знаете, для меня как-то странно идти к врачу с красной помадой. Тут с блеском, еще с условием того, что у меня очень сильно сохнут губы. Я считаю, это очень даже ничего, просто чуть-чуть освежает вид. Я положила с собой книгу, чтобы почитать, пока буду ехать, потому что я давно не читала, ибо в последние дни у меня были пары, в основном масло, почему-то нам ставили. И когда у нас масло, я беру очень тяжелую сумку с собой. Если честно, мне не хочется туда еще и книгу класть. Еще я из-за того, что я постоянно не дома, я стала меньше вязать. В частности, свитер, платье, точнее, на заказ. Платье-свитер на заказ, который я все не могу довязать. Короче, вроде бы стало получше. Я выгляжу, конечно, чисто как депутатик. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok